МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая женщина не мечтает о такой легкости, грации? Ну и чего греха таить о такой фигуре? В эфир сегодняшней мастерской здоровья постучались лишние калории. Поговорю с вами сегодня на эту тему я, Валерия Падаева. Вот они у тебя как-то кругом получаются, а у меня не получается. Лопатки соединить, это всегда голову поднять. Отдышать можно? Можно. А еще и ноги при этом вот так вот поставить? Да, примерно так. У балерин такие всегда утонченные, грациозные движения. Ну, по-моему, вот так вот продержать руки в течение хотя бы пяти минут – это уже подвиг. Просто женщина-героиня. Ну, а остальным что? Ну, остальным приходится все это смотреть и завидовать. Особенно, когда узнаешь, что они в еде не отказывают себе ни в какой. Что едят балерины? Конечно, цветочный нектар и утреннюю росу. И разве что парочку глотков воздуха. Этому верит большинство женщин, когда видят приму на сцене. Масло в огонь подливают скандально известное Волочково со своими листьями салата и чайной ложкой меда. И несравненная Майя Плесецкая с диетой про меньше есть. Ни в коем случае не удаляйте из рациона углеводы, говорит Илзель Епа. Придерживайтесь дневной нормы углеводов 2 грамма на килограмм веса. А вот Анастасия, балерина Пятигорского краевого театра Аперетты, на завтрак может съесть ровно столько, сколько и на обед. Просто я утром очень хорошо кушаю. Я не кушаю вечером. Ну, не после 6, там, после 8. Я ем все. Все, иногда и торты. В балете Насте оказалось достаточно поздно для этого искусства в 14 лет. При этом не обладая видимыми природными данными. Но это, говорит балерина, результат кропотливого и упорного труда. Я в этом сполна убедилась буквально за несколько минут тренировки, причем щадящей. Как ты относишься вообще к диету? Ну, честно говоря, не очень хорошо. Лучше физическая нагрузка. Ну, вот это максимум из балетного упражнения, что я могу сделать. Готовит дома Настя мясо по-французски, с удовольствием его съедает и не переживает, что лишняя калория приживется на животике. Если мало нагрузки, то я начинаю немножко набирать. Если много, то худею. Нет, если бы я не занималась физической нагрузкой, может быть, и влияла. А так это незаметно. Утренний класс, часовая разминка, потом прогон, потом дополнительное разучивание элементов танца, получасовой перерыв на чай. Да о каких калориях вы? Калории. Такие мерзкие существа, они залезают в шкаф по ночам и ушивают одежду. В интернете стоит только вбить в поисковике слово «диета». Так вас отправят к какому угодно и шарлатану, и шаману, и вагон новых систем питания предложат. Если вы решили похудеть, объективно посмотрите на себя в зеркало и решите, нужно ли вам это. Маниакальное желание избавиться от маленькой складочки имеет большую предысторию. В основе лежит непринятие собственного тела, непринятие собственного «я». И когда возникает такой конфликт, то человек пытается его решить какими-то другими способами. Пластикой, диетами, не понимая, что конфликт находится внутри. Это раз. Два. Обсуждать свои взгляды на вес стоит только с диетологом. Не потому, что это модно, а потому, что тип питания, который предлагает интернет, может просто-напросто вам не подойти и иметь прямо противоположный результат. Белковые диеты, голодание, монодиеты, пирамиды доктора Аткинса, диеты по группе крови. Если вы корректируете свое питание, это на долгий срок. То есть это ваш жизненный принцип на несколько лет, как минимум. Модные диеты или как современные диеты, или какие-то современные тенденции в питании, они имеют место быть, но достаточно кратковременно, я так думаю. Голливудские звезды одна за одной отказываются подвергать пищу какой-либо термальной обработке. Причем у сыроедения есть целая классификация. Всеядные, когда пища либо сырая, либо вяленая. Вегетарианство, с этим все понятно. Веганское, исключены все продукты животного мира. И плотоядное, аналог питания людей эпохи, ну, наверное, палеолита. То есть есть сырое мясо, сырую рыбу. Я явно не приверженец сыроедения, если брать меня как диетолога. Много тут разных нюансов. То есть сырые овощи, сырые фрукты, да, пожалуйста. Есть грибы, которые можно есть сырыми, да, там шампиньоны или сыроежки. Сырую рыбу северные народы едят испокон веков. А экологически чистых продуктах тоже отдельный вопрос. Есть ли они и в каких количествах. Небольшое лирическое отступление. На выходных мы решили выехать в горы, посмотреть, что же здесь все-таки происходит. Сейчас мы находимся в Кисловодске. Это место называется Малое седло. Отсюда открывается прекрасный вид на солнечный город. Горы Кавказа. Правда, сейчас они немного затянуты облаками. Совсем недалеко находятся красные камни, храм воздуха. Но пока что еще в некоторых местах лежит снег, достаточно прохладный ветер. Поэтому мы обязательно сюда еще вернемся, когда уже совсем расцветут цветы и на деревьях появятся первые листочки. Вернемся к нашим диетам. Диета, собственно, совершенно не то, что мы обычно понимаем под этим словом. А диета на курорте обязательно. И вот тот как раз-таки случай, когда она назначается врачом после сложного обследования. Этот аппарат напоминает немного видеокамеру или фотоаппарат. Если посмотреть в объектив, то мы увидим сейчас напольное покрытие, потому что на конце этой трубки находится оптическая система. И тем самым врач, пропуская эту трубку в наш организм, может увидеть полностью, что происходит в нашем желудке или в 12-перстной кишке. И вообще это, собственно, предмет устрашения всех тех, кто сталкивался хоть раз в жизни с гастритом или язвой. Но, к сожалению, этот неприятный метод диагностики пока что является самым лучшим и самым доступным. Фиброгастроскопия. Такое сложное, почти непроизносимое с первого раза название. Проводится этот вид исследования рано утром, разумеется, на голодный желудок. Берется специальный загубник, вставляется пациенту в рот и при глотательном движении доктор проводит эндоскоп уже в пищевод, в желудок и дальше уже в 12-перстной кишке. Так при введении фиброгастроскопа ему придают угол наклона равный 70-90 градусам, что соответствует естественному анатомическому изгибу ротоглоточного кольца. При этом аппарат легко и быстро продвигается по глотке в пищевод. После прохождения устья пищевода эта трубка легко попадает в полость желудка. Таким образом можно увидеть все, что там происходит. Другой не менее популярный вид исследования – УЗИ-диагностика. Но в этом случае, как правило, смотрят на внешние изменения органов пищеварительной системы. Часто больные приезжают, предположим, к желчекаменной болезни, сами не зная этого. А здесь мы им находим и камни, и полипы, и новообразования, и кисты в разных органах, и в щитовидной железе, и в желудке, и в кишечнике. Это является многим противопоказанием для активного больного грязелечения. С нашим образом жизни и неправильным питанием подобной процедуре, пожалуй, должен подвергаться каждый. Причем статистика заболеваний желудочно-кишечного тракта все время растет. Начиная с этой недели, синоптики уже не прогнозируют каких-то существенных температурных изменений на Кавминводах. Поэтому мы воспользовались этой весенней возможностью и решили прогуляться по курортной зоне Ессентуков. Тем более, что идти от одного санатория к другому здесь совсем недалеко. Вот один санаторий, буквально в 20 шагах отсюда находится другой. В санатории как раз время завтракать. Сегодня на первая традиционная каша полезная овсянка, в которой мы часто пренебрегаем. Причем из этих хлопьев можно не только сварить главное блюдо английского завтрака. Я в детстве просто ненавидела ни овсянка, ни геркулес. Хотя между геркулесом и овсянкой, собственно, разницы нет. Просто разные процессы обработки этого зерна. Но если бы я знала, какая она полезная, я бы, наверное, ее бы вплетала за обе щеки. Вот для того, чтобы сварить овсяной отвар, что нам нужно сделать? Нам нужно 2 литра холодной воды и 200 грамм овсяных хлопьев. Можно брать любые. Вот геркулес. Да, овсяные хлопья. Чем мельче хлопья, тем больше будет отвар. Ну, покрупнее. Если они крупные, мы варим дольше. Берем в холодную воду, засыпаем 200 грамм овсяных хлопьев. Накрываем крышкой. И варится полчаса. Сама крупа набухла и отдала свои все слизистые вещества, которые состоят в отвар. Через конус, через сито, все, что есть дома, можно использовать. И, соответственно, процеживаем. Вот так достаточно быстро, в течение получаса, можно приготовить себе завтрак. И овсяной отвар, который, собственно, рекомендуют принимать между приемами пищи. Ну, а в столовой ажиотаж уже с 9 утра. Кто-то ждет свои порции каши, кто-то готовится съесть свое основное диетическое блюдо. Система курортных лечебных диет была разработана давно. Каждая из 15 диет направлена на лечение и стимуляцию работы определенного органа. Нормализуются все виды обменных процессов. То есть углеводный обмен нормализуется, жировой, белковый. То есть сбалансировано количество белков, жиров и углеводов в рационе. Все равно есть и масло сливочное, масло растительное, есть какие-то жареные блюда, та же жареная рыба или те же слегка обжаренные котлеты, но в очень разумном количестве. Как правило, диетическая пища приготовлена с максимальным сохранением полезных веществ того или иного продукта. Излишние специи, масла и другие вредные для желудка кулинарные изыски исключаются. Такой тип питания прежде всего приводит к организованному и правильному потреблению пищи. За три недели именно столько длится пребывание на курорте отдыхающих, вырабатывается привычка есть по часам. Каждый человек позволяет себе завтрак в 8 часов, обед в час или два, ужин в 6 часов строго по часам, и в 9-10 часов вечерний кисломолочный напиток. А здесь волей-неволей он придерживается этого графика питания. Перед едой обязательно пьют минеральную воду, а во время еды предлагают отвар клюквы или шиповника. Дополнительная вкусная витаминизация. Если вы думаете, что это может быть невкусно, ошибаетесь. Мы съели с удовольствием по порции полезного завтрака. Правда, за кадром. Сережа, знаешь, мы не просто так решили с тобой пройтись. Ученые доказали, что человеку нужно ходить в день 7-10 километров для хорошего самочувствия. Ну, конечно, 7-10 километров мы с тобой не пройдем по курортной зоне, но зато хоть воздухом подышим, есентукским курортным. Вон, смотри, почки даже уже распускаются. Весна. После такого сытного завтрака, ну, просто не грех погулять. Тем более прогулка – это тоже часть санаторно-курортного лечения. И, между прочим, диетологи настоятельно рекомендуют, если вы плотно поели, то ни в коем случае не укладывайтесь на диван. Скажу по секрету, я так делаю всегда. Потому что может завязаться тот самый ненужный жирок. Ну вот, собственно, мы заходим в парк, а тут нас встречает настоящий курортный базар. А чучела – это чье блюдо местное? Грузинское. И пастила, да, наверное? Дайте нам пастилы вишневой. Сколько стоит? Для вас есть вкусно. Да, вкусно очень. Правда вкусно. Еда – это тоже местная достопримечательность. Только ради этого стоит приехать на курорт, чтобы попробовать такую замечательную вещь. Низкокалорийно, между прочим. Издавна известна польза сырого картофеля. Сырой картофельный сок дает положительные результаты при болезни желудка, 12-перстной кишки. И известная японская система Нишу предполагает использование картофельного сока в качестве противораковых заболеваний. Сырой сок хорошо помогает при головных болях, изжоге и тошноте. Полезные свойства картофеля, между прочим, сохранятся, если картофель хорошо вымыть и вместе с кожурой пропустить через соковыжималку. А сок квашеной капусты также помогает избавиться от язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и дисбактериоза. К тому же кислая капуста содержит необходимый человеку йод. Благодаря своим полезным свойствам она активно снижает уровень сахара в крови. Поэтому полезна квашеная капуста при хроническом гастрите и сахарном диабете. Капустный рассол эффективно помогает работе печени. Незаменим он, да и сама квашеная капуста при беременности. Употребляя его по стакану рассола за день, женщина может легко избавиться от токсикоза. Сережа, так это что получается, что общий вес нашей съемочной группы 150 килограммов? По-моему, многовато. Ну тогда я пойду лучше. Да, иди за камеру. Будем прощаться с нашими телезрителями. Пойдем считать свои калории. Вы смотрели программу «Мастерская здоровья». С вами была я, Валерия Поддаева. И только что убежал от нас оператор Сергей Зинченко. Берегите себя. Увидимся в следующий понедельник. Пока!